И, наверное, первый вопрос. Я бы хотел отрисовать Алексею как представителю венчурного бизнеса. Сейчас, как вы знаете, все уважаемые коллеги, идет такая достаточно большая волна различного рода ICO и в целом токенизации экономики. Алексей достаточно часто рассказывает о взгляде венчурных фондов, венчурных инвесторов, инвестициональных инвесторов на ICO и на подобные процедуры. Мой вопрос, у меня даже несколько вопросов, на самом деле. Во-первых, вы как инвестиционный фонд, если принимаете решение об инвестиции в тот или иной проект, при этом видите, что этот проект уже до этого привлекал инвестиции за счет ICO, допустим, некого выпуска токенов, имеет неопределенный круг инвесторов, возможно, токсичный даже, то есть даже вы не знаете, что это за инвестор. Насколько для вас, собственно, эта история критична? И как в целом вы относитесь с точки зрения юридической к проведению ICO? Скажите, пожалуйста. С точки зрения наличия таких участников, которые финансировали компанию, как ICO, наверное, это пока скорее минус, потому что для любого фонда даже наличие миноритарев является определенным вопросом в компании, потому что не совсем, скажем так, понятно, по каким условиям они готовы выходить, какие права могут быть предоставлены, что это за люди и так далее. Во-вторых, ICO добавляет еще более сложные вопросы касательно происхождения этих денег, этих, соответственно, финансов. И если говорить вообще с точки зрения этого инструмента, то скорее это, наверное, дополнительный риск, то есть никакой инвестор пока не готов будет заходить через этот механизм, потому что пока не определено, во что эти средства идут. То есть это акция, это какое-то обязательство компании, это какие-то бантики, какие права несут, соответственно, эти токены. Потому что для инвесторов, прежде всего, важно не потерять деньги, даже, наверное, в большей степени, чем заработать, если мы говорим про какие-то поздние стадии или инвестициональных инвесторов. Так как токены не предполагают под собой пока механизма гарантий каких-то и непонятно, кто может гарантировать эти права, право на управление, на информацию, преимущественное право выхода и прочие вещи, а пока эти вопросы, соответственно, не будут решены, то серьезных денег пока там не будет. То есть ICO это скорее пока такая полумаргинальная история, которая дальнейшего развития, то есть дальнейшего развития компании, которая привлекла деньги через ICO, ей будет достаточно сложно получить, собственно, и венчурные деньги и в целом как-то дальше идти по классической процедуре привлечения. Я правильно понял тезис или все-таки несколько не так? Ну, не совсем так. То есть мне кажется, это, безусловно, правильный инструмент, который сейчас существует. Просто ему нужно придать некие легальные рамки. То есть чтобы люди, которые используют его как спекуляция, в случае, если этот проект сможет добиться успеха и будет поднимать следующие раунды инвестирования, возможно, потом будет либо выходить на IPO, возможно, когда-то доживет тут на это время, чтобы эти люди понимали, во что они вложили деньги. Потому что сейчас это, по факту, та легкость, с которой люди могут отдавать деньги, она не всегда является хорошим моментом, скажем так. Отдать-то легко, а вот забирать в случае каких-то ликвидационных событий, либо проблем непонятно за что и как. Спасибо большое. Еще про IPO я думаю, что мы точно поговорим. Сейчас хотел бы задать вопрос Ирине Чебукиной. Ирин, вы как представитель банка «Открытие», который известен своими инновациями в финансо-технологической сфере, недавно мы слышали об объявлении по проекту, связанному с обменом KYC-анкетами между банками. Вот у вас внутри вашего юридического департамента, в целом, внутри юридической службы позиции в отношении блокчейна, она какая? То есть это что, по вашему мнению? Это какая-то новая технология, которая, как вы видите уже, что изменяет существующие бизнес-процессы? Это просто некий транспорт для информации? То есть вот как вы рассматриваете блокчейн и в целом, какое у вас видение с точки зрения регулирования в этой части? То есть достаточно ли регулирования, нужно ли что-то еще для того, чтобы вы, как банковский юрист и, собственно, банк, мог использовать эту технологию максимально активно? Ну, во-первых, мы, конечно, считаем, что технология очень удобная, да, и, наверное, могла бы применяться не только в расчетах, да, и в исполнении сделок, но для многих других наших банковских процедур. Если бы на базе этой технологии создавались вот реестры, да, которые были бы доступны, и чтобы у них хранилось гораздо больше информации, чем хранится, например, сейчас. Потому что, ну, например, у нас в банке, наверное, во всех банках достаточно большой блок сил тратится на то, чтобы проверять по наводчику, по агенту по сделкам, да, если бы информация, включая уставы, там, протоколы, все-все-все, была бы открытой и доступной всем участникам, то это упростило бы такие проверки, соответственно, сократило бы затраты на осуществление сделок. Поэтому, ну, работаем над внедрением этих технологий в различные области банковских транзакций, банковских операций. И самая большая, наверное, проблема вот сейчас для нас – это банковская тайна. Потому что все участники сети блокчейн видят все транзакции, которые совершаются в сети, и, соответственно, в текущем правовом регулировании достаточно сложно выпускать это на большое количество клиентов. Можно решать, можно там получать согласие, когда они присоединяются к платформе, но, тем не менее, наверное, круг клиентов, которые будут пользоваться, ну, кому-то ограничено. Все-таки, по вашему мнению, текущее регулирование, оно дает возможность в полной мере использовать блокчейн в банковской деятельности, либо вы видите необходимость какие-то дополнения, изменения и вообще благорегулирование в этой части принимать, чтобы, собственно, те или иные возможности вы могли использовать более активно? Для моего взгляда, как минимум, это надо поменять в законодательской части банковской тайны и персональной тайны. Окей, спасибо большое, уважаемые участники.